Девушки отдыхают Узнали? Евгения Арбатская, издатель, человек деловой и ответственный, однако душевный. Наверное, благодаря именно таким качествам долгое время она вела новости на седьмом канале. Для нее это счастливое телевизионное число связано с ярким временем жизни и, конечно, есть о чем вспомнить. Слушайте, я сейчас скажу, как люди, у которых перевалило за определенный возрастной рубеж, как же быстро течет время. Потому что, мне кажется, мы совсем недавно седьмому каналу отмечали 7 лет. И вот уже 15. Это уже больше, чем в два раза больше. Евгения признается, прямые эфиры всегда были волнительными. Но уверена, плох тот журналист, который не испытывает легкий мандраж перед общением со зрителем. Ведь это ничто по сравнению с удовольствием, которое она получала от любимого дела. Мы выкладывались на 100%, мы настолько горели работаем. Нам казалось, что мы практически делаем такое важное дело, запускаем корабли в космос. Практически так. Сложные вещи простым языком и приветливая улыбка. Вот черты Евгении Арбатской. Как, впрочем, и ведущей программы НЭП Оксаны Хмель. Сегодня вы не увидите ее на экране, но вот золотой голос узнаете сразу. В Красноярске 14 часов. Международная космическая статуя отмечает юбилей, а лидер Maroon 5 признан самым сексуальным мужчиной в мире. Будь в курсе главных событий. С вами Оксана Хмель. После 4 лет работы на 7 канале уходить было сложно, но Оксана понимала, надо что-то менять. Она с удовольствием вспоминает работу в коллективе, ставшем родным. Когда была зима, очень хорошо помню эти несколько дней, я очень сильно заболела. Но фишка в том, что у нас был совершенно потрясающий визажист, который меня загримировал так, что никто не понял, даже никто из моих близких, что у меня была температура под 40. Эти НЭП-мэнши так усердно и интересно рассказывали зрителям про беременность, уход за детишками, семейный быт, изыски домашней кухни, что сами стали женами и мамочками. Оксана Фурс и Татьяна Сафьянова сегодня скорее адресат полезной развлекательной программы 7 канала. Но боевого телевизионного настроя не теряют. Я смотрю НЭП, я безусловно хочу, я вернусь, ждите. Сейчас вот подращу немножко, подрастет, и может быть мы вдвоем вернемся, может быть у вас будет еще один корреспондент мужского пола, хоть и младше. Да, повезло Роме с мамой, они и пошкодить, и повеселиться вместе успевают. Оксана дегустировала, готовила, ходила на охоту, даже служила в армии. Сделение, на меня, жюра! Универсальный НЭП-солдат. Корреспонденты 7 канала всегда отличались бесстрашием, кстати. А теперь могут с удовольствием вспоминать о своих победах, не только телевизионных, но и личных. Впечатлений было куча, потому что впервые я с аквалангом погрузилась, впервые я смогла почувствовать невесомость под водой, когда ты вот дышишь, да, вроде под водой. Вот эмоций было, конечно, куча, и после того, как мы сняли этот сюжет, я даже пошла в школу дайвинга, закончила потом ее, получила сертификат, и вот теперь сертифицированный дайвер, и все благодаря вот тому сюжету. Настоящий телевизионщик остается таковым навсегда, даже если и уходит из профессии в другую, или нянчит своего первенца. Все наши старички, так ласково мы их называем, говорят о семерочке с любовью и теплотой. Они всегда рады забежать в гости на родной канал, тем более в такой праздник. Нас это порадовало.